Итак, суть эксперимента выявление температуры, при которой радиатор уравновесит чайник мощностью 2 кВт точнее 2,2 самодельный радиатор с размерами рабочей зоны 24,5 на 12,5 см толщина радиатора 9 см 85 рёбер общая площадь примерно 20 000 кв. см вентиляторы остановлены воду прогреваем до 60 градусов помпа всё та же многострадальная Lying DDC 1 Plus с джампер-модом который позволяет переключать мощность чтобы помпа не вышла из строя она поставлена на чашку со льдом так как предварительные эксперименты показали, что при температуре воды 60 градусов ключи пумпы перегреваются более 90 градусов практически достигнута контрольная точка на радиатор установлены 4 вентилятора Дельта максимальные обороты составляют 3400 в минуту максимальный создаваемый воздушный поток около 3 кубометров в минуту ну и давление 10 миллиметров включаем вентиляторы итак вода прогрелась уже до 63 градусов вентиляторы включены на максимум чайник продолжает работать вот видно работу вентиляторов с расстояния около полутора метров на стене колыхаются листочки датчик температуры закреплен на выходной платок температура упала уже до 60 градусов сам радиатор и бачки ощутимо горячие датчик уже растаял датчик уже растаял радиатор изготовлены из куска тепловозной секции для охлаждения масла ну и вес достаточно приличный в систему заправлено 3 литра воды ну вот четко видно что точка равновесия находится как минимум ниже 56 градусов то есть в принципе этот радиатор способен отвести более двух киловатт тепла при разнице температур вода воздух около 40 градусов потому что температура в помещении порядка 15-16 градусов тепла подогреляем На максимальных оборотах вентиляторы достаточно шумные, но эксплуатационные обороты составляют примерно 650-700 в минуту. Их практически не слышно. Ну и, соответственно, мощность системы, которая будет охлаждать, тоже намного меньше, чем 2 кВт, это порядка 400-500 Вт. Ну, а температура воды уже упала до 54 Гаусс. Ручки радиатора изготовлены из-за стекла, слоеные, склеены диклоратаном. Сбоку видно работу воздухотделительной пластины. Кроме того, с другой стороны этой пластины скапливается весь мусор. Достаточно полезная штука, выполняющая сразу две функции. Температура уже 53 Гаусс. Все вентиляторы при пуске потребляют ток 2,6 А, рабочий ток 1,24 А. То есть, примерно, пол 300 мА на каждый вентилятор. Ну, что тут, около 3,5 Вт. Так что, система с суммарной потребляемой мощностью меньше 30 Вт отводит тепло от нагревателя в 2,2 кВт. Ну, а вода уже 52 Гаусс. То есть, скорее всего, точка равновесия будет даже ниже, чем 50. Сам радиатор изготавливался с прицелом на его закрепление на задней стенке корпуса Антек 1200. Поэтому, был выбран типоразмер 2х120. Под посадочное гнезда двух тыльных вентиляторов. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наш канал. Заборный шланг расположен ниже, но подающий выше. То есть берется более горячая вода со дна чайника. Вот температура упала уже до 50 градусов. Я думаю, что эксперимент можно завершить.